ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПАП, ВЫПИЙ ВОДЫ ПАПА, НЕ МЕШАЙ НАМ, МЫ БУДЕМ ЧИТАТЬ СЛОВА БОГА ЛАДНО, ЛАДНО, ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ МАМА, СЮИМИНЬ ОБЕЩАЛА ПРИЕХАТЬ? ГЛЯНЬ НА ВРЕМЯ, ПОЧЕМУ ЕЕ НЕТ? О, НЕ ВОЛНУЙСЯ, НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, КОГДА ОНА ПРИЕДЕТ НИЧЕГО, СКОРО ВЕРНЦЯ ИЗ-за НЕЕ МЫ НЕ КАК ЗА СТОЛ НЕ СЯДЕМ А ВОТ И Я ПАПА, СЮИМИНЬ ВЕРНУЛАСЬ О, ТЁТЯ, ВЕРНУЛАСЬ О, ТЯНЬ-ТЯНЬ АЙ, НА, ТУТ ТЕБЕ КРАСНЫЙ КОНВЕРТ, ДЕРЖИ СПАСИБО, ТЁТЯ Братец, ОТНЕСИ НА КУРЬ ЗАЧЕМ ЖЕ БЫЛО ТАК ТРАТИТЬСЯ ПАПА, ВЫ ЧИТАЕТЕ СЛАВА БОГА? Вот, ДЕРЖИТЕ А МАМА? ОНА С НЕВЕСТКОЙ ДЕЛАЕТ ПЕЛЕМЕНИ А, ХРОШО, ПОЙДУ ПОМОГУ Да, ПОМОГИ ЧТО! ТЁТЯ! Ты такая жАдная! Может, отдохнёшь? БАБУ, СТА? Устала, НЕБОШ! Вот, ДЕРЖИ. АЙ, ТЫ Всё, ДГРАЗНИШЕЕ БЕРИ И ИДИ ЧИТАТЬ СЛАВА БОГА ОА, ЭГЯern Еле убежали от собаки. Приведи себя в порядок. Мы же лицо партии и страны. Эй, Джу. Начальство поручило нам следить за верующими. Ходить в дом старого Джена даже в Новый год. Какой нам прок от этой неприятной работы. Я тебе так скажу. Следить за верующими не такое уж и пустое занятие. Да? Как придем к старому Джену, держись возле меня. Смотри и учись. Уж я ничего не упущу. А ты далеко пойдешь. Все это время сатана работает над человеком. В тщетной надежде поглотить людей. И таким образом заставить Бога уничтожить мир и утратить свое свидетельство. Джен Синьмин! Кто там? Пойдите, тетя, пока нельзя открывать дверь. Спрячьте книгу. Дедушка, прячь. Скорей. Джен Синьмин! Спрятали? Пап, открывай. Кто там? Это я, Джу. А, это офицер Джу. Вы в новогоднюю ночь не отдыхаете? Нет. Мы не считаемся с трудностями или усталостью, лишь бы у вас был спокойный Новый год. Джен Синьмин! А? Джен Синьмин! Не кричите. Дедушка глухой. Он даже собачьего лая не слышит. Глухой? Не слышит? Джен Синьмин! Что ты бормочешь? Что вас привело в праздник? Ээээ, пришли вас повидать. Что? Пришли надоедать? Он сказал, мы пришли вас повидать. Да. Как же они надоели. Почти каждый день таскаются. А этот новенький. Угу. Фамилия? Да, конечно. Я Ван. Что-что? Диван? Не Ван, а Диван. Не то. Я Ван. Ван. Ван, Ван, Ван. Эй. Учишься имитировать животных? Тявкаешь, как собака. Он издевается. Я тигр, а вы держите меня за Хеллоу Китти. Эй, полегче. Такое обращение со стариком – это ваше поддержание правопорядка? Ах, тихо. Следи за мной. Будем действовать умнее. В общем, у нас сегодня есть о чем поговорить. Давайте сядем и побеседуем. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Э-э-э. Это мое место. Э-э-э. В общем, дядюшка Джен, вы зря переживаете. Мы здесь из-за вашей веры в Бога. Верно. Мы лишь выполняем приказ высокого начальства. Кроме того, полиция и народ, а одна семья. Разве в последние годы я не посещал вас чаще, чем ваша родная и любимая дочь? Хе-хе-хе. Да уж. А, так вы пришли проведать нас? Не говори ерунды. Мы уже давно раскусили вашу поганую семейку. Просто у нас нет улик. В обществе процветает пьянство, потребительство, блуд, наркомания, воровство. У полицейских столько работы. Да, мы боремся. Хе-хе-хе. А вы направляете двух полицейских проведать старика вроде меня. Я чувствую себя таким особенным. Да. Ну, что бы там ни было, мы оба сегодня решили, что вы заслужили визит под Новый год. Ох, офицер Джу. Вы приходите с таким необычным новогодним подарком? Ха-хе-хе. Да, он довольно необычный. Что вам нужно от отца? Ну, на самом деле, ничего. Мы просто пришли, чтобы показать заботу нашей партии о вас. Это верно. Мы на всякий случай проверяем, как дела. Бываете ли вы на собраниях или распространяете Евангелие? Бывали ли в вашем доме незнакомые люди? Контактировали ли вы с кем-либо из Восточной Молнии? Сообщите об этом правительству. Офицер Джу. Вы же установили вот такую камеру наблюдения. Следите сутки напролет. Поэтому, кто бы ни вошел и ни вышел, вы... Пап, не сердись. Тише, тише. Что вам непонятно? Не надо мне ничего объяснять. Мы просто исполняем свои обязанности. Это верно. Обязанности? С тех пор, как вы узнали, что мой муж верует в Бога, у всей семьи не было ни единого дня покоя. Его арестовали во время культурной революции. Осудили, бросили его в тюрьму. Потом освободили, но теперь вы снова не даете ему покоя. Вы устраиваете проверки, задаете вопросы. Выслеживаете нас, не позволяя нам верить в Бога. Доходит до того, что вы являетесь в наш дом даже в канун Нового года. Мы уже не можем ни есть, ни спать из-за ваших назойливых визитов. Скажите мне, кто бы стал терпеть такое? Кто бы... Перестаньте! Вера в Бога в Китае противоречит коммунистической партии. Она незаконна. Но вы... Эй, сегодня праздник. Не надо так. Мама, присядь. Садись. Дядюшка, тетушка, не надо так переживать. Главная причина нашего сегодняшнего визита проста. Церковь всемогущего Бога быстро растет. Она набрала темп и имеет большое влияние. Уже распространилась по всему Китаю. И даже успела продвинуться на запад. Это верно. Поэтому Центральное правительство прилагает все больше усилий для борьбы с Восточной Молнией. Нам нельзя проявлять ни малейшей мягкости к ее сторонникам. Их жизнь ничего для нас не значит. Да, дядюшка Джен. Вы уже отсидели срок из-за того, что веровали в Бога. Вам лучше нашего известного отношения правительства к религиозным убеждениям. Верно? Верно. Поэтому, если кто-то подозрительный вдруг заявится к вам в дом, вам следует немедленно позвонить мне. А? Вы слышали? Ну, вот и все. Мы уходим. Позволь, я тебе дверь придержу. Да. Прошу. Сегодня Новый год. Обойдемся без церемоний. Не провожайте. Неловко вышло. Папа, не сердись. Негодяи. Даже в праздник нам нет покоя. Они как нарочно нас изводят. Дядушка, скажи нам, Бог благ. Почему же полиция не позволяет нам верить в него? Да, почему? Несмотря на свой возраст, Антянь задала хороший вопрос. Что говорит всемогущий Бог? Большой красный дракон преследует Бога и является врагом Божьим. Поэтому, пребывая в этой земле, верующие в Бога подвергаются унижению и гонению. Для Бога весьма затруднительно выполнять свою работу в земле большого красного дракона. Но через такие трудности Бог и приводит в исполнение этап своей работы, чтобы явить свою мудрость и свои дивные дела. Бог пользуется этой возможностью, чтобы сделать эту группу людей целостной. Эти Божьи слова очень уместны. Великий красный дракон – враг Бога. Он ненавидит Бога. Поэтому он также ненавидит и преследует нас, христиан. Но и здесь работает Божья мудрость. Используя жестокий гнет и преследование со стороны коммунистического правительства, а также осуждение и противление религиозного мира, Бог проверяет нас и совершенствует нашу веру. Благодаря этому он превращает нас в победителей. Такая работа Бога имеет глубокий смысл. В этой великой скорби зерна будут отделены от плевел, а овцы – от козлов. Кто искренне верует, а кто притворяется, кто робок, а кто истинно хочет Бога – все будут открыты. Люди будут разделены по роду своему. Разве это не раскрывает Божью мудрость и всемогущество, и великие чудеса Его? Да. Божья мудрость осуществляется с учетом хитрых уловок сатаны. Ах, папа, твоя беседа помогла мне понять, в чем вся суть, и на душе стала светлее. Благодарение Богу. Сядем и поговорим. Папа, присядь. Нам нужно прочесть еще немного Божьих слов. Да. Ого, этот Новый год такой холодный. Эй, подожди, Джо. Постой, постой. Джо, слушай. Мы что, уже совсем справились? Нам ничего не удалось заработать, но пришлось выложить 50 своих кровных юаней за бензин. Нет, мы не можем уйти просто так. А? Напомню тебе, что мы – народная полиция. Да. Деньги на бензин и на Новый год должны прийти от кого? От народа. Как же мы это провернем? Слушай. Запомнил? Когда войдем в дом, сразу сообщи мне, если найдешь подозрительные места. О, Джо, это так умно. Шикарная выдумка. Прошу. Старый Джен, я с тобой еще не закончил. Все это время сатана работает над человеком, в тщетной надежде поглотить людей и таким образом заставить Бога уничтожить мир и утратить свое свидетельство. Быстро. Прячь, быстро. Кто-то идет. Кто-то пришел. Скорее. Иду, иду. Кто там? Пожарная инспекция. Пожарная инспекция в новогоднюю ночь? О, нет, опять вы. Удивлены? Рады? Да, удивлен, но не рад. Ей что сказать, говорите здесь. Да ладно. В общем, мы тут раньше кое-что забыли. Да. В этом году по непонятной причине возросло число пожаров. В этот Новый год мы должны проверить пожарную безопасность каждого дома. В частности, мы должны обыскать каждый закоулок, каждый угол и каждую стену. Разумеется, для вашей безопасности. Мы должны провести очень тщательную проверку. Да? Что за глупости? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Эй, Джу, 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 Джу! Ты нашел важную улику? Удача! С Новым годом, старина Джен! У меня для тебя есть новогодний подарок! Джу, глянь! Бело-голубой фарфор – дорогая штука! Бело-голубой фарфор – это улика, которую ты заберешь? Проклятие! Я справлюсь с любым противником, но только не с идиотом-напарником! Смотри, Джу, смотри! Бело-голубая фарфора – это же антикварная вещь! Мы были во многих домах, но только здесь нашлось что-то стоящее! Антикварное? Да, ты упомянул антиквариат, и я кое-что вспомнил. Сяо Ван? Да? Не был ли недавно ограблен музей фарфора? Музей? Нет, не был. Разве у них не пропала ваза вроде этой? А, да, пропала. Это ворованная вещь! Это семейная реликвия! Так и есть! Реликвия? Тогда, возможно, она была украдена вашими предками! Возьмем ее и убедимся! Возьмем ее и убедимся! Эй, куда? Эй, как вы смеете? Это уже переходит все границы! Это же явное ограбление! Это шайка бандитов! Сборище грабителей! Эй, Джу! Хороший вылов! Не напрасно сходили! А-а-а! Да, мы как раз обставляем наш дом! Жена говорит, что для гостиной подошло бы что-то подобное! И где же, по-твоему, мне ее поставить? О, Джу! В твоем доме везде будет хорошо смотреться! У тебя глаз наметан! Теперь бы неплохо заполучить еще одну, чтобы была пара! Однако, скажу тебе вот что! Эй-эй! В чем дело? О, Джу! Мы что, вот так и уйдем, да? Уйти вот так? Простые люди, как семена кунжута! Чем больше их выжимаешь, тем больше масла! Надо же! И кроме того, по отношению к верующим в Бога в этой стране приемлемо любое обращение! Старый Джен стал религиозным фанатиком! Нам только нужно найти доказательства! Да что там белый-голубой фарфор? В их доме все принадлежит нам! Раз так, Джу! Давай скорее вернемся! Ну, если мы вернемся, нам нужно найти улики! Мы сменим тактику! А это как? Расскажи! Иди! Холодно ведь! Ты что делаешь? Вот что тебе скажу! Переоденешься и пойдешь к ним в дом! Как только найдешь улики, немедленно звони мне! Как только позвонишь, я ворвусь туда, и мы вместе их схватим! Дошло? А, Джу! В этот раз я все как надо сделаю! Только не напутай ничего! Обязательно! Обижаешь! Что? Я имел в виду... Нет-нет, не напутаю! Будь уверен! Путь истинный всегда труден! Наш дом громили во время культурной революции! Меня пытали почти что до полусмерти! Но разве мы не преодолели все, полагаясь на Бога? Да! Это все ничего не значит! Все это лишь мирское! Нам достаточно, что есть пища и одежда! Мы можем принять Божье спасение последних дней! И разве это не самое бесценное сокровище? Забудем беды! Продолжим читать Божьи слова! Вы продолжаете читать, а я пока приготовлю для вас пельмени! Хорошо! Пойдем делать пельмени! Ступай! Приводим краткую сводку текущих новостей! Участились случаи, когда подозрительные люди, представляющиеся сотрудниками компаний, проверяющих счетчики воды и газопроводы, входили в дома и грабили их! Просим всех быть более бдительными и принимать меры предосторожности! Ужас! Сколько кругом развелось мошенников! А в полиции все равно! У них ни стыда, ни совести! Верно! Это правда, мама! Раньше бандиты скрывались в горах, а теперь они все в полиции! Если между полицией и бандитами нет разницы, то кто кого ловит? Мы сегодня видели двух бандитов! Сын, почитай Божьи слова. Да. Сатана работает над человеком в надежде поглотить людей и заставить Бога уничтожить мир и утратить свое свидетельство. Не волнуйся. Читай Божьи слова. Ладно. Сатана работает над человеком в надежде поглотить людей и заставить… Кто там? Кто это? Ну, надо тут проверить газопровод! Скорее! 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 Да что за день такой? Подождите секунду! Без проблем. А, вы тут? Да, проходите. Продолжайте. Не обращайте внимания. Где же она? Эй! А? Газовые трубы там. А, спасибо. Где же она? Братец? Что-то с ним не так. Где эта книга? Тем больше он, мне кажется, грабителем из новостей. Ползай тут всюду. Давай его проверим. Вор! Что? Где? Где вор? Нет, я не… Чань-Чань! Быстрее сюда! Ты придешь. Скорее, звони в полицию! Позвони тому по имени Джу. Обычно он ничего хорошего не делает, но сегодня будет полезен. Да. Отлично! Сработало! Книга! Где книга? Джу, помоги мне! Помоги мне! Помоги! Какой еще Джу? Негодяй! Я забираю этого вора! Вы нам помогли! Нет, Джу, это же я! Называй меня Джу! Негодяй! Ты действуешь мне на нервы, давай, пошел! А ну, стойте! Папон! Дедушка, этот вор не тот полицейский, который раньше приходил? Куда качется мир? Папа, эти полицейские нам жить не дают. Теперь я это ясно вижу. Компартия отвратительна и безнравственна! А полиция мерзительна! Так тяжело веровать в Бога в Китае. Да. Безнравственность Компартии вдохновляет нашу решимость еще сильнее верить в Бога и стремиться к истине. И это доказывает, что мы правы, иди остезой веры в Бога. Дети мои, не важно, сколь трудна дорога, мы пойдем за Богом. Верно. Не важно, сколь трудна дорога, мы пойдем за Богом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok